Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня у меня на сравнении два VLAN адаптера. Вот такой вот Archer T4U и Archer T2U. Этот супер миниатюрный адаптер и этот, в общем-то, значительно более продвинутый мимо адаптер с активной антенной. Почему я это все тестирую? Ко мне попался старинный лаптоп свыше 10 лет недавности. И этот лаптоп имеет встроенную карту на 2,4 ГГц, которую невозможно просто так апгрейдить. И поэтому я использую вот эти два адаптера и заодно их сравню, какой из них лучше. Сам лаптоп не очень мощный, все-таки выпущен 13 лет назад. Моя конфигурация дома Wi-Fi 6 рутер, у которого, правда, у провайдера моего проблемы с аплодом, поэтому на медленный аплод не обращайте внимания. Но донлод у меня нормальный сейчас идет по скорости. И сейчас я буду тестировать. Сначала я буду проверять вот этот продвинутый адаптер. Я забыл сказать, что оба адаптера выпускает известная фирма TP-Link. Сейчас будем тестировать большой адаптер. Тест пошел. А плод, как я говорил, у меня низкий за провайдера, то есть не обращайте внимания на низкие цифры. Вот такие результаты с T4U от фирмы TP-Link. А сейчас мы будем тестировать малютку TP-Link T2U. Продолжение следует... Как вы видите, скоростные показатели у малютки, они ниже. А то, что оплод получился выше, это, как я говорил, связано с моим провайдером и не связано непосредственно с VLAN-карточками. Сейчас я активировал реликтовый адаптер, который стоит в этом лаптопе, и его померяем. В общем-то, как вы видите, очевидно, что апгрейд имеет смысл. Итоги. Оба этих адаптера, несмотря на то, что они совсем разные, один маленький, а другой, значит, куда более продвинутый, в ценовой категории стоит 10 евро, это стоит 25. Оба они дают значительное преимущество в скорости VLAN относительно встроенного адаптера на 2,4 ГГц. Все-таки 250 в среднем мегабит в секунду у маленького адаптера и 400 у большого, значительно быстрее, чем 40-50 мегабит в секунду у старого адаптера, который встроен в этот Sony лаптоп. Который, правда, для своего времени был очень даже великолепным. У него даже у клавиатуры есть подсветка. На этом все, господа. Спасибо за внимание.